То есть о чем хочется сегодня рассказать? Сегодня хочется рассказать про конференцию, которая была посвящена POSRI. Это была европейская конференция, проходила она в Таллине, в Эстонии. Мне посчастливилось принять участие в ней. Почему я вообще туда попал? Расскажу вкратце. Последнее время у нас стали появляться проекты с использованием данных POSRI, так и кандидаты, которые приходят на собеседование, они имеют знания в POSRI и рассказывают довольно интересные системы, которые были построены с использованием POSRI. То есть это уже не сайты, какие-то веб-сайты либо веб-магазины и так далее, а уже конкретные системы, работающие в интерпрайзе. Поэтому мне, как человеку, который занимается в основном Microsoft SQL stack, стало интересно, что же на самом деле себя постарает POSRI. И когда возникла возможность посетить эту конференцию, то я с удовольствием это сделал. Сама конференция была организована очень хорошо, то есть проходила она в Таллине. Единственный минус недостаток это то, что все выступления на конференции, они были разбиты на четыре секции, то есть там, и шли в параллель. Поэтому очень сложно было охватить все выступления, а угадать по названию, какое из выступлений будет наиболее интересное, тоже не так уж просто. Потому что там, например, может называться выступление что-то типа «Don't touch this parameter», то есть понять, о чем там именно речь, довольно сложно. Вот поэтому я старался выбирать то, что было интересно мне, как девелоперу. Возможно, многие вещи, которые относятся к обязанностям DBA или DBA пропустил, но расскажу вот о чем. То есть хочу рассказать про вакууминг, потому что это такая вот особенность, которая присуща POSRI. И она была очень долгое время основной головной болью как разработчиков, так и DBA, которые работали с POSRI. Также рассказать про современные SQL операторы, при этом в сравнении с другими базами данных. Про параллельное выполнение запросов, оно теперь уже есть в POSRI. Про профайлер, тоже довольно интересный инструмент, там дальше вам покажу, как он работает. Про отказоустойчивость и про безопасность. Так как отказоустойчивость и безопасность наиболее важны, если мы выбираем POSRI в качестве базы данных для уже больших enterprise решений. Начать хотел бы с вакуума. Что вообще такое вакуум, для чего он нужен, откуда он вообще возник. То есть POSRI реализован на системе многоверсионности данных. Причем, если в других системах управления баз данных эта многоверсионность реализована на уровне транзакций, то здесь она реализована непосредственно на уровне данных. То есть есть такое понятие как tuple, то есть его часто отождествляют с понятием role, то есть строка, но на самом деле это нечто большее. То есть это объект базы данных и каждый этот tuple он содержит в себе данные, а также содержит два дополнительных поля, в котором оказывается ID транзакции, которая создала эти данные и один транзакции, которые эти данные удалила. При этом данные, которые фактически пользователь вводит в систему, то есть грубо говоря делает insert, они никогда не меняются. То есть если происходит какой-то апдейт в каком-то из полей, то POSRI создает новую версию этих данных, соответствующие уже там новые ID транзакции, которые его откроют и старая строка закроется также с этим ID. Таким образом постоянно существует многоверсионность данных и данные, которые перестают быть актуальными, так называемые мертвые уже данные, их нужно очищать. И вот как раз для того, чтобы очистить эти неиспользуемые уже tuple и высвободить место, используется процесс вакуум. Что здесь еще такого? Мультиверсионность рассказал. То есть вакуум, он обычно работает в автоматическом режиме, также рекомендуется его запускать после больших апдейтов, либо когда после того, как подняли систему с бекапом. Но какие проблемы при работе с вакуумингом? Вакууминг требует, будет останавливаться, если с таблицей, если на таблице работает операция, которая требует блокировки. То есть это будет либо операция вставки, либо операция изменения. Соответственно вакууминг будет ждать, пока такие операции остановятся. А на слишком нагруженных активных таблицах, но этого может вообще не произойти никогда. Там уже возникает понятие как вакуум-фриз, заморозка. Стандартный процесс вакууминга он инкрементальный. Вот тогда то, что остановится, я уже сказал. Что изменилось сейчас с вакуумингом? Начиная с версии, по-моему, 9.3-9.5, было внесено достаточно много изменений в этот процесс. Стала возможным заморозка не всей таблицы, а части данных таблиц. И вот то, что прозвучало на конференции, то, что подтверждает комьюнити позрис, это то, что уже в 95% случаях стандартная установка, стандартная настройка базы данных позрис не требует какой-то дополнительной работы с вакуумом. То есть конфигурация, установленная по умолчанию, будет работать как надо, если можно так сказать. Но при этом все равно не стоит забывать о рекомендациях, которым следует, которым нужно следовать при работе с базой данных. Они, кстати, полезны не только для POSRI с его многоверсионностью, но и для, например, того же MSSQ сервера, где многоверсионность реализована на уровне трансакции. Это, например, такая рекомендация, как использовать Truncate вместо Delete. Это очень важно, так как Delete будет логировать удаление каждой строки, при этом Truncate залогирует саму операцию удаления как таковую. Там есть вопросы выхватывает или это просто шевелится? В принципе, есть вопрос. Ну, то есть удаляются данные, которые не используются или как? То есть это, типа, как garbage collector. Да, то есть удаляются данные, то есть удаляются те версии данных, которые уже не могут быть никим использованы. То есть процесс вакуумного, он смотрит на вот эти вот, то есть все ID транзакции в POSRI, они инкрементально увеличиваются, и процесс вакуумного может анализировать ID транзакции, указанные на строке, и может понимать, что если уже в системе не существует транзакции ID, которые меньше, чем тот, который убил эту строку, грубо говоря, то такие данные можно освобождать. Я просто подумал, что, ну, как бы, когда услышал изначально этот фичу, это, как бы, она ложится на секьюрс-подход там какой-то, или, я не знаю, как-то более-менее созвучно, а тут получается, все равно мы что-то убиваем. Да, мы все равно, грубо говоря, да, освобождаем, при этом освобожденное место, оно не может быть освобождено, например, для операционной системы, но оно освобождается для будущих операций, ну, для вновь созданных этих тюбов. На самом деле, да, это очень похоже с горбач-коллектором. А как-то залочить, сказать, что вот я вот не хочу удалять? Да, залочить можно, то есть, так сказать, заморозить, например, раньше это можно было таблицу, сейчас можно уже порции данных в таблице, то есть, такие тюблы будут помечены, как замороженные, ну, точнее, не сами тюблы, а там создается дополнительная системная, я не помню, там, то ли матрица, то ли таблица, в которой указаны те данные, которые мы не хотим удалять, даже если они уже слишком устарели. Вот такая возможность есть. Спасибо. Я еще втекнусь про вакуум, так, два слова. У меня был колись досвід у ДНСКО, мы ставили, и там тоже поздри, не помню, якої версии юзовся, это было уже 4-ти лет назад. И процедура вакуума займала, досить сильно нагружала базу. То есть, если делался какой-то репорт, как такой плюс-минус, бухгалтерский, нормальный, то оно, короче, очень сильно тормозило. То есть, нас привело к тому, что мы по умолчанию вакуум взагалі отключали, а просто запускали его в серед ночи в манюальном режиме. Да, очень уместное замечание. Так и есть, так и было, и это действительно так. То есть, процесс вакууминга очень сильно влиял на перформанс. С последними версиями тоже значительно изменилось. Там было добавлено еще такое улучшение, как, например, если у нас есть данные, которые не изменяются долгое время, то POSRIS может помечать такие данные, такие наборы данных, как данные статические. Тогда этот процесс вообще их не трогает. То есть, создается специальная хэш-матрица, в которой хранятся значения о том, часто это изменяемые данные или нет. Соответственно, если в этой матрице значения для данных, что они не менялись в последнее время, то он вообще их не затрагивает. Соответственно, если какое-то изменение произойдет, значение этой матрицы поменяется, и процесс вакууминга отработает для данного набора. Возвращаясь к рекомендациям. Да, использовать ранкейт вместо DELETE, стараться использовать массовых операций удаления. В случае, если у нас есть партиционирование, то лучше дропать соответствующую партицию. Если нужно удалять все данные, то еще лучше, чем транкейт, просто сделать дроп-тейбл, креять заново. Здесь вообще не будет никакого вакуума при этом. Что еще? Стоит избегать очень долгих транзакций. Это тоже относится не только к позре, а и к другим системам. Потому что долгая транзакция, она будет продюсировать очень много создания новых версий данных. Для тех данных, которые она блокирует. от этой транзакции, то есть, которые она затрагивает. То есть, длинная, незакомичная, либо неоткатанная транзакция держит данные. А другие транзакции, пытаясь доступиться к данным, получат новые версии. И, соответственно, эти версии будут плодиться, что не есть хорошо. Также стоит избегать очень частых апдейтов на индексированных полях. И, я не знаю, как правильно переводится, но, в общем, избегать апдейтов, когда мы на самом деле ничего не апдейтим. То есть, иногда некоторые аппликейшены используют механизм, когда читают данные и после этого апдейтят все поля. Но при этом не обращая внимания на то, было ли какое-то из полей измененное, либо нет. То есть, стараться избегать таких операций. Те последние инновации, о которых я уже начал немного рассказывать, они появились как раз после 9.6. Да, еще раз проговорю о том, что вакуум-фриз теперь может быть инкрементальный и не на всю таблицу. Также добавлена очень удобная PG-stat-proc с вакуум-вью. То есть, теперь можно не сидеть и ждать, когда же, пытаться угадать, когда же процесс вакуума закончится, а действительно видеть картину, что же происходит, по каким объектам вакуум уже выполнен, и сколько времени осталось на то, что он выполнился. Также немного была изменена работа с GIN-индексами. Они используются для полнотекстного поиска. То есть, если так подытожить, то, что было услышано мной на конференции по именно вакууму-процессу, то на данный момент все, что нужно сделать, это проабгратиться до версии 9.6 и жить спокойно, не обращая особо внимания на него. Следующая часть – это современные SQL-операторы. Здесь тоже было очень интересно, потому что вот это вот комьюнити POSRIS, они очень радостно воспринимают то, что все вот эти вот современные SQL-операторы появились и работают в POSRIS. Вот здесь вот описание каждого этого оператора приводилось в сравнении с другими популярными базами данных. И на этом сравнении, вот вы можете видеть в правой части, видно, когда именно тот или иной оператор появлялся у других вендоров, когда он появился в POSRIS. И есть базы данных, как, например, MySQL, Skidlight, MariaDB, где, например, оператор LATERAL до сих пор не появился. Что из себя представляет оператор LATERAL в POSRIS? Ну, это, грубо говоря, аналог кросс-эплай, который у нас есть в MS-SQL сервере. То есть он позволяет джойниться с подзапросами, передавая туда параметр внешнего подзапроса, а также при этом, как вы видите, здесь должно быть значение true указано. А также очень удобен при, например, вызове функции, когда необходимо вызвать функцию, передав туда параметр, являющийся полем таблицы. Что еще здесь? Хорошо его использовать под запросами, в которых используется TOP-N конструкция. Как мы видим, в POSRIS он появился, начиная с версии 9.3. В MS-SQL сервере с 2005-го. Следующий – это Grouping Sets. Тоже, я думаю, что многие, кто занимается репортингом на MS-SQL сервере, либо в Oracle использовали Grouping Sets. Они позволяют получать не только группированные, агрегированные данные в разрезе полей, по которым мы ведем агрегацию, а также получать итоги по каждому из атрибутов, по которым мы агрегируем. При этом здесь отличаются как Grouping Sets, так и Rollup, так и Coop. Отличаются тем, что Grouping Sets, грубо говоря, работает как Union All по всем группируемым полям. Rollup добавит еще агрегации по всем промежуточным атрибутам, а Cube добавит агрегации вообще по всем пересечениям. Эта штука, как вы видите, давно используется в SQL сервере, а в Poseriz появилась, начиная с версии 9.5. Common Table Expression, так называемый CTE, они также здесь появились. Люди с ними работают, люди очень позитивно отзываются о них. Из моей практики Common Table Expression действительно удобные. Они оптимизированы по перформансу со стороны SQL сервера, ну, в данном случае, со стороны Poseriz. Вот, они действительно улучшают и читаемость, и позволяют делать, например, ту же рекурсию реализовать, либо там за overloaf вводить таблицы внутри. Кроме того, например, в Poseriz Common Table Expression позволяют еще выполнять DML операции. Я, честно говоря, не знаю, позволяют ли DML операции через CTE в SQL сервере, но вот в Poseriz позволяют. Мне подсказывают, что позволяют. Ну и также есть анализ, и мы видим, что не все базы данных до сих пор поддерживают данные операторы, но в Poseriz он есть, начиная с версии 8.4. Следующий оператор – это фильтр. Что он позволяет? Ну, я бы сказал, что он больше похож на синтетический, как говорится, сахар, потому что он все, что делает, вот, например, такой запрос с суммой по условию, который довольно-таки сложно читаемый, он позволяет переписать вот в такое простое представление, где мы суммируем, указывая просто фильтрацию. То есть ничего тут, как бы, такого особенного нет, ну и, соответственно, реализован он только в Poseriz, чему они там, как говорится, и были очень рады, что больше никто не представляет такую возможность. Хотя, как по мне, действительно удобно, читаемость их прибавляет. И вроде как, что работает не хуже, но я думаю, что на самом деле он все равно, компилятор переписывает этот фильтр на либо кейсы вложенные, либо на подзапросы. Также есть возможность работать с Windows-фанкшенами, так называемыми, через оператор OverPartition и OverPartitionOrderBy. Эти операторы часто используются для объединения, строк по каким-то определенным критериям, либо рейнджам, а также для агрегации, когда необходимо выполнять агрегации не на всем наборе данных, а на каких-то поднаборах. Ну, грубо говоря, если нам нужно построить отчет, например, с прибылью за год, при этом в разрезе по квартально, то вот здесь вот очень удобно использовать оппонные функции. Также в позре они появились уже довольно давно, с 2009 года, до сих пор в MySQL и Skylight они не представлены. Что еще? Еще оператор, такой добавлен оператор, как WithinGroup. Он позволяет считать, ну, в данном случае, в примере я привел, где подсчитывается медианное, среднее, ну, то есть он позволяет считать значения, когда нам важен порядок следования тех значений, для которых мы можем посчитать, в данном случае, медианной среде. Если я не ошибаюсь, там всего два, всего две функции, это PercentileDisk и PercentileRank, или как-то так. Вот. Это у современных, а, нет, не все еще. Еще есть оператор FetchFirst, он также чем-то похож на оператор Limit, который был в SQL-сервере, то есть он очень удобен, когда необходимо, например, выдавать данные, там, для сайтов, либо для каких-то аппликейшенов, где не нужно видеть сразу все данные, а нужно видеть часть набора. Вот. Также широко применяются, вместе с оконными, с Windows Function, с оконными функциями операторы, как lag, lead, то есть они позволяют добираться до значений, которые не попадают в обрабатываемый range, но которые были либо до, либо после. Вот. Тоже удобные функции, и в позре они уже реализованы. Вот. Какой основной вывод, стандарт из, ну, в всяком случае, я для себя сделал, это то, что не стоит, как бы, застревать в прошлом, то есть не стоит использовать только сиквел, там, стандарта 92-го года, ведь, вот если сравнивать с Windows, мы же не используем Windows 3, правильно, мы используем, используем уже современные версии, так почему же не используют современные операторы SQL, тем более, что они действительно работают быстро, оптимально, они удобны. Вот. И, как бы, для меня тоже до этого было таким одним из концернов не использовать POSRIS, это потому, что я часто использую современные операторы SQL по SQL-сервере, и я, честно говоря, не знал просто, реализованы там они или нет. Вот. После данной конференции я знаю, что они есть, они реализованы, и, соответственно, еще одним концерном POSRIS стало меньше. Следующая тема, это параллельное выполнение запросов. Эта штука также реализована в POSRIS, запросы, выполнение запросов может быть распараллелено, при этом POSRIS предоставляет часть параметров для настройки работы с параллельными запросами, и они, какие вообще действия могут быть распараллеленные, это повторяющиеся сканирования, это nested loop, hash join и агрегации. Параллелятся они за счет процессов, которые называются worker. Тут стоит внимательно относиться к работе, вообще к параллелированию, потому что нужно быть внимательным. Иногда бывают ситуации, когда затраты на параллелирование больше, чем затраты на выполнение, но тогда нет смысла и надо внимательно настраивать. Вот здесь некоторые параметры я привел, то есть можно указать, какое может быть максимальное количество этих вот воркеров, то есть по умолчанию это 0, ничего не параллелится, ну а рекомендуют они здесь на этой конференции рекомендовали значения от 1 до 4. Вообще есть там отдельные рекомендации устанавливать их в соответствии с количеством процессоров, но это тоже не всегда хорошо. Также можно задавать количество воркеров непосредственно например при создании таблицы, то есть это гарантирует то, что при работе запросов с этой таблицей у нас будет использовано определенное количество воркеров. Ну и другие параметры, то есть можно указывать стоимость параллелирования для загрузки самого процесса так и какая стоимость распаражировать отдельно этот юпл. Для каких операций невозможно применение параллельного выполнения это для операций записи данных либо операций, которые требуют блокировки. Это операции курсоров либо любые другие операции, которые подразумевают инкрементальное выполнение. Также если функция отмечена специальным маркером параллель unsafe, в этом случае не будет применяться. Для группинг сетов не применяется, не применяется для подзапросов, которые работают внутри запроса, которые уже работают параллельно, также не применяется для транзакции с уровнем изоляции serializable. тут в принципе тоже понятно почему. И система не должна работать single-user mode. Еще раз хочется остановиться на параллельном выполнении, что относиться нужно все-таки внимательно, настраивать его правильно, не нужно стараться параллелить абсолютно все, что только можно. Каждая фича хороша там, где она действительно работает. Правильно. Следующий раздел это PL профайлер. Это еще одно слабое место, которое для себя отметил в ходе общения с теми же людьми на собеседовании. От многих есть отзывы, что позрис очень ограничен как средствами мониторинга диагностики, так и средствами, которые позволяют отыскивать какие-то ошибки либо проблемы, в том числе в вопросах профайлинга. Поэтому я решил все-таки вынести профайлер сюда в презентацию. И еще почему решил вынести, потому что человек, который рассказывал презентацию профайлера на конференции, он непосредственно принимал участие в разработке позрис, а именно в добавлении языка программирования PL, PG, SQL. Изначально он там можно было писать на C, потом он добавил Tickle, потом добавил PL, PG, SQL. Сейчас можно множество языков поддерживать позрис для написания хранимых процедур и функций. Но очень интересный этот человек как персонали. Возвращаясь к профайлеру. Вообще позрис позволяет собирать множество статистики, позволяет собирать логии, то есть по ним можно проанализировать активности юзеров, увидеть какие запросы отсылаются на выполнение, какие выполняются. В принципе проблем нет. Есть тулы некоторые, которые позволяют эту информацию собирать и предоставлять более-менее удобном виде. Проблемы возникают в случае, когда например мы начинаем выполнять функцию либо процедуру на PL, PG, SQL. В этом случае усложняется поиск проблемы, так как выполнение таких функций налогируется определенным образом. То есть как и в других системах управления баз данных функция выполняется в несколько этапов. То есть сначала идет разбор, компиляция функции, зачем идет подготовка планов выполнения и в соответствии с подготовленным планом выполнения запросы отправляются непосредственно уже на выполнение. Так вот в случае с функциями на PLPG SQL какая у нас получается ситуация? Я вот здесь попытался на примере это показать. Например, если у нас есть функция, которая возвращает баланс по какому-то кастомеру и мы создаем view, которая для каждого кастомера будет вызывать эту функцию. То, что мы будем иметь? В этом случае у нас будет залогировано стандартной логи. Только вот это вот наш select, который мы будем, например, мы делаем select view, то залогирован будет только select. А операции, которые будут находиться внутри функции, они не будут залогированы стандартным процессом. Поэтому очень сложно понять, что же именно приводит к замедлению работы и так далее. В этом случае предложенный профайлер как раз решает эти проблемы. Он позволяет он подключается дополнительно. Он, конечно, несет на себе затраты, так как необходимо вести дополнительное логирование, но он позволяет проанализировать, какая именно функция была затратна. И, кроме этого, провалиться внутрь и увидеть, какой именно source-код был затратен. Вот здесь на скрине видно, что в данном случае где-то customer balance выполнялся долго. Причем вот эти сдвиги, которые вы видите на желтеньких, на оранжевых прямоугольничках, они не просто так сдвинуты в сторону, а сдвинуты в сторону в соответствии с тем временем, которое данная операция выполнялась. И наглядно сразу видно, что если у нас вот как у оранжевого блока сдвиг довольно большой, то это была довольно длительная операция. и провалившись внутрь справа можно увидеть, что 95% времени из 100% выполнялся вот этот вот select, который у нас спрятан внутри функции. То есть этот профайлер теперь позволяет действительно довольно удобно и эффективно находить проблемы внутри. это также очень важно и это тоже было одним из минусов, которые я для себя видел у Позри до того, как посетил эту конференцию, в частности такое решение, как вот этот пир-профайлер, он позволяет решать эти вопросы. По поводу отказоустойчивости, что тоже немаловажно, могу сделать вывод от себя, что Позрис довольно-таки крепкий, довольно крепкая система и она действительно отказоустойчивая. Здесь я постараюсь перевести несколько фактов, которые подтверждают это утверждение. Что есть в Позрис? То есть это есть транзакции, лох-транзакции, в районе хит-лох, здесь есть датаблокчик сумм, это на уровне хардвар, здесь есть множественный, механизм множественных бэкапов, здесь также есть репликации, которые поддерживаются как на так и на логическом уровне, и в принципе есть гарантия при корректно так сказать настроенной системе репликации подтверждены эти пять девяток по отказу устойчивости. кроме того, позрис поддерживает все стандартные уровни изолированности транзакции. Но при этом на самом деле written committed он невозможен в чистом виде в позрис из-за особенности реализации мультиверсионности. Но при этом если вы например создаете транзакцию и пишите create transaction и указываете read committed то это позволяет но на самом деле все равно будет реализован read committed так как read and committed здесь как такого нет. Кроме этого нет фантомных течений для уровня заливности repeatable read также из-за особенностей мультиверсионности. По поводу репликации то есть как я уже сказал здесь есть журнал транзакций write a headlock механизм и в зависимости от разного типа репликации там по-разному работает система с этим журналом транзакций то есть в случае физической репликации непосредственно берутся команды журнал write a headlock журнал изменения транзакций он в себе содержит все операции на изменение всех данных всех объектов системы базы данных и так далее то есть при репликации берутся строки из этого журнала транзакции из мастера и соответственно он выполняется на репликах вот и тут в зависимости от уровня логирования могут быть разные виды репликации также еще хотелось бы отметить по поводу отличий которые для себя отметил есть системы которые не так есть есть если для системы настроена репликация то может быть несколько видов как бы решения проблемы в случае когда мастер перестает функционировать это может быть как файловер то есть в случае файловера мастер перестает работать вместо него на себя роль мастера берет реплика которая называемый стендбай становится новым мастером при этом изменения которые не были завершены на старом мастере они пропадают и для того чтобы вернуться назад в реплику то есть старый мастер уже не станет мастером то есть его можно будет потом поднять и сделать уже новым слейвом так реализовывается система файловер в случае же свитчоувера при падении мастера идет непосредственно приключение на второй ноду на стендбай и соответственно теперь стендбай становится мастером а мастер может стать слейвом вот так вот в поздре это все то есть поздре позволяет реализовывать свитчоувер начиная с версии 9.5 за счет добавления вот этой штуки которая называется PGA REVENT вот при этом старый мастер здесь уже может как я сказал становиться слейвом и репликация продолжает работать кроме этого было интересно вот рассказано про B-directional Replication для POSRI BDR это проект Open Source проект который для POSRI ведет отдельное комьюнити не помню точно кто там по-моему Second Quadrant то есть это фирма которая оказывает услуги по консалтингу по настройке систем POSRI и они ведут этот Open Source проект то есть это проект для Multi Master Replication системы при этом эта система асинхронная с оптимистическим разрешением конфликтов она не запрещает конкурентные записи вот в общем действительно постро и она она уже непосредственно внедрена то есть построенные на предварительно на базе этой B-directional репликации прототипы показывают отличные результаты подказовоустойчивости вот и еще раз напомню что она также Open Source как и POSRI следующий момент это Security то есть безопасность базы данных зачастую разрабатывается для того чтобы хранить данные и эти данные зачастую бывают довольно sensitive вот поэтому вопросы Security это одни из основных вопросов наравне с performance быстродействие доступность отказоустойчивость и так далее вот при этом вопросы безопасности это здесь нет волшебной кнопки либо волшебного параметра что мы настроим один параметр и все наша система безопасна и все будет хорошо мы не можем взять и там заэнкриптить все данные нашей базы зачастую вопрос безопасности это комплексный подход здесь POSRI также он решается комплексно вот любая система она может иметь недостатки связанная с безопасностью и систему без изъянов они невозможны так как с любой база данных работает как аппликейшены так и юзеры то есть тут и людской фактор может иметь значение и так далее вот поэтому основной стек для security это хост-система то есть где база данных хранится то есть это может быть как облачное решение так и стендалон on-premise это собственно сам POSRI и доступ к базе данных это собственно сами данные доступа уже к данным мы можем их криптовать на уровне данных и аппликейшены то есть приложения которые работают с базой вот по поводу хоста что если сервер не закрыт ну небезопасен то как бы как вы уже там не закрываете свою базу все равно проблемы будут по советам которые были мной слышаны на данной конференции по безопасности вот советую всегда держать базу данных за фэрволом за vpc вот никогда не открывать полпорт 5432 не забывать о том что например тот же самый амазон это все-таки паблик интернет не давать непосредственные логины через ssh в базе данных то есть ограничивать доступ по vpn либо по ip для этого есть специальные настроечные тоже конфликационные там параметры по возрис не использовать какие-то дополнительные службы на сервере на котором работает база данных сервер на котором работает база данных он должен обслуживать именно базу не должно быть никаких mail серверов это java приложений других вот проверять периодически какие порты открыты какие доступы есть соответственно рекомендации потому как работать с root логинами что всегда использовать паспорт менеджеры для хранения генерировать генерирования паролей вот что еще также следить за выходами патчей за выходами новых версий за выходами любых изменений которые касаются безопасности применять их в общем стараться быть подбейт также в идеальном случае конечно еще раз проговорю о том что нужно использовать многоуровневую систему для аутентификации желательно использовать использовать LDAP изменение паролей не использовать паролей и так далее то есть это все очень важно каждая деталь для безопасности важна также прозвучали некоторые советы по безопасности на уровне непосредственно инстансам о том что всегда нужно чтобы пользователь имел конкретные привилегии не нужно всем давать там супер юзера также нужно быть внимательным к позрис это имя пользователя на юник системе потому что по умолчанию когда позрис ставится он создает учетную запись позрис и она довольно с широкими возможностями с широкими правами вот то есть здесь вот еще раз как раз указывается этот листин адрес где можно указать адреса которые доступны то есть использование листин адрес звездочка но это для храбрых все-таки что что еще еще раз здесь проговаривается о том что каждый пользователь должен иметь определенную роль определенные permission если допустим это data-analyst наверное не стоит чтобы он имел доступы на удаление таблиц либо создание каких-то объектов вот для паролей рекомендуется использовать шифрование и стандартные рекомендации которые для паролей также применять также в позрис возможно криптование данных как на уровне строки так на уровне колон колонок при этом рекомендуется криптовать специфическую и sensitive информацию вот не использовать каких-то там собственных алгоритмов криптования а использовать действительно проверенные надежные алгоритмы криптования также одна из рекомендаций это логировать логировать стараться практически все что только можно то есть логи операции ну и следить чтобы в эти логи не так же не попала sensitive информация так же для security важна и backup стратегия потому что можно вместо того чтобы пытаться получить доступ базы данных просто получить доступ backup украсть его и тем самым иметь все данные и для еще более для некоторых случаев можно использовать raw level security это тоже там оно для multi-tenancy реализация часто используется либо для систем где необходимо разграничивать доступ на уровне записи вот то есть если подытоживать то вопросы безопасности это всегда очень большой объем работ здесь никогда нельзя достичь идеальной системы безопасности но нужно о них не забывать то есть постоянно проходить итерационно и использовать вот это собственно все то есть вот здесь я перечислил это те выступления которые я не успел посетить из-за того что они распараллелены вот но в принципе у меня практически по всем из них есть презентации то есть если кому-то что-то из этого списка будет интересно то вы пожалуйста обращайтесь я поделюсь презентациями там есть довольно специфические штуки как например там работа с подрис с нфс я понимаю что это важно но это все таки такая работа больше интересно там девопсом либо dba вот поэтому вот так то есть мои впечатления после посещения этой конференции что я действительно могу рекомендовать позрис в качестве базы данных для уже довольно серьезных решений enterprise наравне с мс кири сервером и ораклом возможно последние решения которые были от мс от microsoft по поводу перемещения практически всех фич из enterprise стандарт они как раз и касаются такого активного развития позрис и возможно это как раз реакция на это в общем с моей стороны я рекомендую позрис если есть вопросы то пожалуйста задавайте да у меня такой вопрос ты когда рассказывал за вакуум ты сказал что подгиб работает быстрее чем msql это достигается за счет того что вот эти кортежи удаляются мы можем как-то явно задать когда нам их удалять правильно ну да то есть процесс вакуум можно настраивать на графике то есть мы не можем указать явно но мы можем указать явно когда будет запущен процесс мы можем например так как правильно кто-то не помню кто говорил что мы можем на ночь настраивать например процесс вакуум мы явно можем указать те области которые мы не хотим чтобы подвергались вакуум поняли понял а еще есть какие-то моменты за счет которых позднее работает быстрее чем mssql тут же самое ну тут как всегда нет такой одной пилюли либо одного решения то есть все зависит от данных запроса и так далее то есть нельзя сказать что зачастую работает быстрее или зачастую работает медленно я бы так не сказал честно в сравнении с mysql возможно да но смs с ql нет я понял то есть основная выездка идет за счет того что мы можем настроить вакуум вот этот да просто до этого раньше вакуум он был действительно такой проблемой и раньше многие не отказывались от работы с позрис именно из-за этого вакуум но с последними версиями проблемы практически все решены либо улучшены поэтому сейчас это не является такой батлнеком я понял хорошо спасибо